Здарова, пионеры. Всё-таки продолжаем? Ну и сегодня в этот раз меня уже игра выбесит. Без лишних слов, просто оффну стрим, и больше я уже в неё не вернусь. Ты так неожиданно убежал, как будто я что-то плохое сделала или сказала. Ты так неожиданно оффнул, как будто я что-то плохое сделала или сказала. Хотела извиниться, если так. Сегодня танцы. А ты обещал мне потанцевать со мной. Не убегай, пожалуйста. Не дропай, пожалуйста. А у нас мальчиков нет. А те, что есть, танцевать не хотят. Вот это реалистично, чего он придумал, а? Мальчиков нет на такую тянку. А те, что есть, танцевать не хотят. Красная лампочка загорелась. Славя, хуйная тянка, значит. А хуйная тянка после первого знакомства с таким главным героем уже бы держалась подальше, а при случайной встрече игнорила бы его. И не важно, сон это или глюк. Такого героя даже сны и глюки не спасут. Очередное подтверждение, что важнее всего в жизни то, что вы думаете о себе сами. Вот главный герой всю жизнь считал себя ничтожеством и уёбком. Поэтому даже в его фантазиях самых таких, а для него это получается смелые фантазии, в самых таких его фантазиях мечтательных он всё равно остаётся уёбком. Даже если тебя будут считать 100 человек, буквально, окей, 99 человек из 100 будут считать тебя дебилом, уёбком, ничтожеством. Но ты один будешь считать себя пиздатым, то ты уже будешь, я не знаю, тысячи раз пиже этого героя как минимум. Потому что вот отличный пример. Как ты сам про себя и думаешь, то ты в первую очередь и есть. Это самое главное. Вот это безликое нечто не самое привлекательное меньшинство и харизмы. Может ли оно внушить хоть какой-то интерес? Лично мне показалось, что не может. Я себе не нравился, чётко, ярко и выражено. Текст мыслей один в один, буквально один в один, как мыслят женщины. Я буквально вот такое раз в 10 в своей жизни, минимум 10 раз, слышал от каких-то девушек. Пиздец, почему я играю за транса какого-то? Семён, ау, тебе не обязательно бояться меня. Без комментариев. На танцах она меня не достанет, остаться на пляже. Погоди, а что это значит? Чё-то я не понял. Как я должен прочитать мысли не просто дебила инцела, а ещё и того, кто-то писал сюжет? О, гайд, кайф, найс гайд. Уёбок, сука, мразь ебаная, загайдил. Нет, просто странный вариант был, не достанет. Я такой начинаю думать, как я должен прочитать мысли, мало того, что герой этого придурка, так ещё и того, кто-то написал. То есть, грубо говоря, ну я просто представляю, пытаюсь представить в реале такую ситуацию. То есть, Чео может пойти буквально обратно на танцы, но при этом как-то морозится. И сделать так, чтобы она его как-то, ну, не достала, не находила. Чтобы, ну, не пойти на ещё один танец, правильно? То есть, в реале такое могло бы произойти. Я пытаюсь просто представить, что это вообще значит. На танцах она меня не достанет. Поэтому я задумался. И что же, умные сами тогда не полезли. А, это игра новая, которая вышла. Но она мне не нравится. Я так понимаю, теперь уговаривать меня будет каждый стрим. В теории можно будет снова сделать голосование, типа там аукцион или это говно постримить. Но я не хочу её играть. Мне кажется, проходная игра. Но смысл мне начинать очередную игру, которую я уверен на 100%, то дело в том, что не то, что мне там супер падлу сыграть. Дело в том, что я уверен буквально на 100 тысяч процентов, что я её не доиграю до конца. Так зачем начинать, если я точно это знаю? Я её не доиграю. Мне не будет интересна эта игра. Особенно сама по себе та, которая всё порывала свою рубашку постирать. Пока на неё первая не повлияла оральным методом. Чё? Спросит ещё, почему в заведении нет портрета генсека. А у меня есть. Видал? Блядь, так ген, да это тот же чел из Евангелиона? О, великие силы. А почему он вообще в лоре этой игры? Как его там звали? Икари или как? Это у них статуя, блядь, этого чела главного из Евангелиона. А почему? Почему? Какие же анимешники поехавшие, просто поехавшие, отбитые на всю голову. Так это было в оригинальной игре? Те, кто представляли этот мир, это, грубо говоря, была идея, что руководитель этого лагеря, главный тут здесь самый, Да, это... Это этот чел из Евангелиона, который... Одно из худших, наверное, аниме ever. Я надеюсь, меня в моде не атакует ангел. Это, блядь. Короче, выбрасывает это из головы и не ищем мне ничего хорошего. Давай лучше в тебе что-нибудь поищем. Например, не знаю, нефть. Давай в тебе что-нибудь поищем. Например, нефть. Что, блядь? Вот это да. Может быть, лет через 200, если повезет, человечество и дорастет до Ефремовского и Булычевского коммунизма. До коммунизма нужно дорастать? О, нет. Веревочный держак, на котором крепилась лестница, ведущая к чердаку и крыше. Где это я? Я на чердаке медпункта. Я сидел у оконца, поглядывая вниз и упивая собственной подлостью. Настроение было веселое. Предвкушающее. Поэтому я не заметил, как уснул. Как можно просто, блядь, залезть на чердак какой-то вонючий, грязный, и там еще уснуть в пыли. И не заметить этого. Сон какой-то. Собравшиеся в металлический кулак пальцы ударили черно-суконника чуть ниже подбородка. Что происходит, бля? Я ничего уже не понимаю. Что ему снится за говно? Я не буду это читать, это какое-то говно опять пошло. Залез на чердак придурок, уснул, какую-то невероятную чушь придумывает. Какую-то бомбу уже во сне взрывает. Я пытаюсь читать, но мне даже не то, что в голос читать это сложно, эту чушь. Мне даже просто читать и воспринимать сложно это. Кто это писал? Просто какая-то душная графомания. Какой-то... Позволили какому-то ебанату, как будто, знаете, без супервайзинга. Как это будет по-русски правильно сказать? Ну, когда никто не стоит сверху над человеком и не контролирует, что он делает. Просто позволили какому-то ебанату заниматься графоманией. Вот как выглядит очень часто этот мод. Причем у человека явно нету таланта писать. Это можно сказать совершенно точно. От того, что ты разобразишь текст огромным количеством слов, самых-самых-самых-самых разных, он не станет от этого, ну, хорошо написанным. Этот дебильный сон не заканчивается. Я хочу дропнуть. Блядь. Брызнул водой на себя. Сейчас как дропну? Я сейчас дропну, я сейчас дропну, я сейчас дропну. Если я обязан проскипывать такие дебильные моменты, то какой смысл играть в игру, если она постановит что-то проскипывать? Я дропаю. Я дропаю. Я не могу, я не хочу проскиповать. Зачем? Какой смысл? Это не первый раз это дебильная графомания. Там везде графомания. В том числе, когда нытье начинается дебильное тоже. Ребята, давайте сойдемся на то, что тру-концовка, моя личная тру-концовка, то, что этот ебучий Семен Пердунов залез на этот чердак и там задохнулся просто. И сдох. Там была какая-то пыль, знаете, такая, которая очень долго лежала. Какая-то очень вредная. Какая-то прям сверхъестественная, скажем так. И вот он отдышался этой пыли. Ему стало совсем хреново. В итоге он просто задохнулся там. Его никто не нашел. Славя пришла в пол шестого, кричала, звала Пердунов! Пердунов! Ты где? А его не было. Он на чердаке там в медпункте задыхался. И спустя очень-очень-очень много смен, спустя несколько лет, пришла какая-то девочка и нашла скелет Пердунова на чердаке. Она громко закричала И упала. И ударилась головой об пол. Ну, типа, она залезла в чердак, посвятила фонариком, увидела скелет, закричала, упала, ударилась сильно затылком. И это была последняя жертва Семена Пердунова. I've had enough. Да я даже не буду в этот раз сохранять. Я просто больше не могу. Это пиздец. Да! Я хочу. Я сдаюсь. Даже милая... Даже милая кошка-девочка не спасет. Это конец. Это конец. Кого пристрелишь? Бибит Закиля, авторы 7DL. Автора 7 дней лета. Это, ну, не то, что автора, я так понимаю, это проект, который делал много людей, но тот, кто отвечал за литературную часть, за проработку текстов, сценария, ну, кто мог это написать? Ну, каким нужно быть ебанатом? Вот настолько ебанат, что даже когда ты нажимаешь выйти из игры, смотришь на эту милую кошка-девочку, ты снова нажимаешь да. Ну вот, потому что, ну, невозможно здесь находиться. Ну, что за кретинизм уже? Ну, сколько можно? Можно этой графомании терпеть. Ну, видно же даже, что у человека нету таланта писать. Может мне тоже начать книжки писать? Я знаю, что у меня нету таланта, но давайте я начну. Давайте я начну писать книжки просто. Буду не стримить, допустим, а книжки писать. Купите мою книжку. К чёрту это. Я сдался. 7 дней лета действительно оказалась душниной, нереальной. Я осилю оригинальное бесконечное лето, но 7 дней, 7 дней лета, это, это бред. Это ужасно. Половину игры нужно проскипать. Какой смысл играть игру, если ты должен проскипать половину игры. Делать новую голосню, опять голосню. Челы просят эту ебучую обезьяну, где она? Но я не хочу её играть. Ну, можно снова голосню сделать, я не знаю. Ну, просто смысл начинать игру, которую я не буду играть. Могу сделать голосование, в которое я добавлю обезьяну. Где-то обезьяна, как она называется? Мне что её подарили? Она у меня уже подарена. Просто название, не помню. Можно сделать голосование, добавить там те игры, которые были популярные реквесты, добавить вуконг, ну и аукцион добавить. Но! Вуконг я добавляю при одном условии. Я играю максимум один стрим по этой игре, если она мне не нравится. То есть я не буду пытаться её снова продолжать. Потому что я уже уверен, что она мне не нравится. Я уверен на 100%, что мне эта игра вообще не зайдёт, что я её не закончу. А я устал начинать игры и дропать их. Бесконечное лето не в счёт. Я же прошёл оригиналы, даже два раза считаю, что я его сыграл. Просто мод откровенно плохой. Если очень кратко, мод можно охарактеризовать буквально двумя словами. Бездарная графомания. Там есть плюсы. Как я понял, плюсы это то, что там больше разных выборов. То есть то, что там, допустим, может быть много разных концовок, много разных выборов и много различных вариаций взаимодействия с персонажами, это плюс. Но если бы у вас был талантливый автор, кто прописывал эти тексты, но если его нету, то извиняйте, как в это играть. Сидеть проскипывать большинство всего? Зачем тогда вообще-то стримить? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok